Ребята, мы сейчас будем подводить итоги опроса, что о чём мы там сегодня, Александр? Одно уважаемое рекрутинговое агентство опубликовало такую статистику, предупреждая как бы всех, что ребята, если хотите устроиться на приличную работу, чистите свои соцсети от ненужных фотографий. А это какие? Это фото в купальнике и на фоне ковра. Мы решили предложить несколько вариантов ответа на этот вопрос, поэтому давайте посмотрим, как разделились версии на варианты ответа. На последнем месте вариант вспоминают молодых. На втором месте с конца, с небольшим отрывом, завидуют фигуре. 12% так. На третьем месте в нашем опросе по популярности. Немодный купальник, вот и всё, вот в чём дело, ребятушки. Да, просто он, например, не зелёный или не малиновый. Не в тренде просто, не в тренде. Не в цветах российского флага, там, да, белый верх, синяя середина. Какой сейчас купальник в этом сезоне? Это опасно. Какой сейчас купальник в этом сезоне? Фиолетовый цвет в тренде. Фиолетовый, да? Да, в этом сезоне, поэтому я думаю, купальники не в тренде. Смотрите, не в тренде у нас. Чёрный нельзя сейчас, понятно. Ну и, наконец, два варианта, друзья, лидеры. Директор боится сорваться просто, вот поэтому нельзя фото в купальнике присылать. И интрига раскрыта уже неинтересна. Это у нас абсолютный лидер в плане вариантов 48, ну, почти, в общем, половина считают так. Ну что, говорим спасибо всем, кто принял участие в нашем опросе большое и традиционное. Лена, тебе тоже спасибо. Вам тоже огромное спасибо. Как тебе это утро? Александр, давайте, ваше блиц-интервью, стрессовое собеседование. Да, что изменилось, Лена, в твоей жизни после сегодняшнего утра? Скажи, пожалуйста. Ну, у меня появился опыт прямого эфира, это немаловажно. Что из твоих представлений о том, как должен быть прямой эфир, как он должен происходить, изменилось? Я, честно говоря, вообще не представляла, как это происходит. Что делают ведущие после того, как выключают микрофон, я не знала. А ты теперь узнала. Теперь узнала. И что они делают? Что они делают, расскажи всем. Готовятся к дальнейшему выходу. Если Лена у нас останется на шоу, как она будет будить человека? Что ты написала, Лена? Обливать водой, если я не знаю. Да, будет обливать водой. Готовьтесь, друзья. Я вообще не имела представления, как проходит прямой эфир и чем занимаются ведущие в то время, когда они не в эфире, когда они не общаются со слушателями. Наверное, это было главным открытием для меня, что они, оказывается, готовятся к эфиру. Мне все очень понравилось. Все здорово, приятная атмосфера, приятные люди. Очень весело, здорово. Друзья, голосуйте, если вам было приятно слушать этим утром меня. Меня зовут Елена Трофина.